Мы ехали где-то 2,5-3 часа от Грозного, чтобы увидеть одно замечательное место в горах Чечни. Общество Тирлой называется. Ехали, 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 ехали. Как трясет. Одна жилая башня. И вон там остальные. В общем, вот так выглядит Никарой. Чтобы опять-таки понимали масштаб, вот человечек ходит. Ну и здесь одна башня. Сюда нам предстоит подняться. Вот боевая башня. На ней даже сохранился этот камень. Так называемую цурку. Ну что, пошли. Сюда, наверное, куда-то к роднику спускались женщины с кувшинами. И вот так вот поднимались по какой-нибудь из этих тропинок, чтобы отнести воду в дом. Ну вот пока поднимались. Немножко сбилось дыхание. Одна из жилых пашин. А здесь немножко она стала кривой. Вон наверху. Чисто на человеке можно судить, каких она размеров. То есть вот это вход. Вот, заходим. И вот обязательная конструкция любой жилой или полубоевой башни. Опорный столб, на котором держался как бы настилы между этажами. Окна всегда делаются шире. Ну, по типу амбразур. Есть мнение, что как бы холодильные камеры. Они прямо в стене находятся. Это же другая, вторая жилая башня. Один из входов. Очень низко расположен, скорее всего. Просто уже все засыпалось, наверное. Складываемся. В три погибели. Когда-то здесь скипели обычные житейские страсти. У людей были какие-то свои проблемы. Детей воспитывали. За скотом смотрели, за домашней скотиной. Женились. Умирали. Вот так вот ходили, трогали. То есть здесь как бы мы уже насчитали четыре этажа. Раз, два, три и четыре. Здесь на стенах везде видны растения. И вот если обратим внимание. Ну, не знаю, сколько она еще простоит, но стены, конечно, очень сильно уже подпорчены. На арках, как мы видим, петроглифы в виде спирали. В общем, солярные знаки. Одно из самых главных сооружений в комплексе. Вот она, боевая башня. Вот, чтобы понимать высоту, вот стоит человек рядом с ней. И дальше даем вверх. Вот это очень хорошо сохранилось. Никакие реставрационные работы, ничего здесь не проводилось. Как я сказал, наверху даже весь так называемый венчающий, вот конусообразный камень. Вот это уже виды из боевой башни. Что удивительно, здесь сохранился пол. То есть мы сейчас стоим на каменном полу. И вот главное, выше тоже есть. Не видно, камера не берет. А вот здесь и проход как бы лаз специальный. Как это выглядит. Вот сейчас мы идем по тропам, по которым ходило не одно поколение горцев. Вот что мы видим. Мечеть. Вот здесь вот провели небольшую реставрацию. Вон видно. Окна доделали. Древние улочки. Старые песенки даже остались. Стою прямо в мечети. Чуть-чуть повыше. Так можно было как бы приспособили, постелили ковры. Но вот эта вот суровость старинная, она осталась, конечно. И это приятно. Вот теперь я на самой верхней части села Никарой. Вот здесь тоже есть постройки. Чем ниже к основанию, тем камни бывают, конечно, больше. Особенно это касается боевых башен. А вот уже нижняя часть, вот мы видим, мы как бы выше стоим. В общем, отсюда очень хороший вид открывается. Обрыв. Вот так их и строили, как мы в таких выгодных местах. Ну что, враг, скажем так, не мог подступиться. Подниматься оттуда будет очень сложно. Раствора тогда не было. Здесь не использовался. А был вот вроде бы как известняк, глина, вода. Кто-то говорит о яйцах куриных, что их добавляли. Но вряд ли. В горах можно было найти столько кур, чтобы добавить туда столько яиц. Время ничего не щадит. Снова кривая стена. Ну а там, где раньше жили люди, всегда будут такие огромные зароски травы. То есть это сейчас хотя бы все подсохло. А летом здесь не бывает. Бывает невозможно просто пройти. Вот. Ну и обязательно, конечно, шиповник везде. Человек сидит прямо над обрывом. Одно неверное движение, можно вон туда свалиться. Сегодня, чтобы жить в таких местах, наверное, надо иметь определенное состояние души. В общем, что можно сказать, находясь здесь? Место, где можно смело побывать еще раз, особенно в теплое время года. Живаю, что у нас с ночевкой. Да, можно даже с ночевкой. Такой вот он. Не корой. Нет, она очень хорошая.